Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Russian Power Guy И это прохождение и, собственно, исследование игры под названием Car Mechanic Simulator 2021, который вышел в прошлом году Я знаю, что у этой игры было много-много разных выпусков, типа там 15, 16, 17, 18, потом они остановились и выпустили 21 год, так что игрушка прошлогодняя Но ничего страшного, она довольно интересная, насколько я понимаю То есть нам нужно... Суть игры в том, чтобы мы должны собрать свою машину с нуля, грубо говоря То есть мы должны сделать какую-то развалюху и превратить ее просто в конфетку То есть мы, собственно, потому что мы умелые мастеры, мы должны делать все сами И, соответственно, здесь вроде и ездить можно Так что с этим мы всем будем разбираться, смотреть и, конечно же, наша цель построить идеальную машину для самих себя И я не знаю, что тут не делать, но, видимо, потом они кататься Может какие-то гонки здесь добавили, еще что-то То есть здесь такие Hot Rod DLC, Land Rover DLC, Pagani DLC, короче, какие-то DLC с настоящими машинами Которые, возможно, будут нам попадаться по ходу прохождения Так что давайте нажмем быстрее, 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 нажмем играть Так что все, пожалуйста, поудобнее, там лайки, комментарии, вы все это знаете Поэтому играть, новая игра Так, введите имя профиля Супер... Что? Экзук? Кто это? Кто это? Так, супер... Механик... Механик... Как пишется механик? Мех... Ка-ни... вон так там же написано за мной как пишется механик типа механик там написано механика я еще сверяюсь с тем что ты механик ночью дурак совсем что ли ну ну серьезно зачем тебе это все супер механик все я это я так когда что что где где кнопка дальше то куда а enter продолжить да все 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 так так уровень сложности легкий упрощенный классический б игровой режим отлично подходит для начинающих больше денег на старте и менее сложные заказывают а такой дабстеп играет просто офигеть можно я не знаю долбит он вам по ушам или нет но я его сделал чуть потише ну как бы меня должно слышать должно быть слышно лучше короче не обращать внимание просто дабстеп тупо дабстеп кстати вот это вот по параллакс который вот это они сделали прям как будто на сайте на ком-то нахожусь чуть-чуть тачка типа lamborghini или чуть такой не знаю вот я так делаю и оп 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 она туда сюда короче ада обычно классический игровой а так так а чё там можно найти все детали в заказах эмиссиях что означает легкий можно найти все детали в заказах эмиссиях не понимаю обычно классический игровой процесс регулярные заказы с нарастающей сложности вот все собственно дальше я смотреть даже не буду песочница как бы нам не интересно потому что там наверняка просто для себя играешь а нам интересно как бы из грязи в князи эксперт только для опыта игроков убранное описание контуры болтов и деталей двойное увеличение опыта типа это для тех кто разбирается в машинах собственно не для меня потому что так а нормальный все так это есть если это ваша первая игра рекомендуем пройти основное обучение давай подожди чё тут микрофон слышно должно быть слышно принять да я хочу я вообще в машинах разбираюсь постольку поскольку что что вообще все белое это чё этот супер ход что ли который супер от нет просто чуть чуть не прогрузилась что ли у меня что-то или что что это это вся игра что ли это 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 вот они в двадцать первом году выпустили такой ну не знаю конечно я вообще вообще такие детали есть уже каких-то нет возможно это теперь типа и обучение поэтому такая белая комната типа ты дурак как бы ну хорошо так подойдите к телефону примите заказ хорошо алло алло я слушаю так что это салем гв 500 и 4 дох к 4 на 4 то есть это полноприводная тачка похоже на какой-то ford focus или что-то типа того так приветствуем кар механик симулятор время это почти пофигу принять заказ как вот управление конечно просто мое почтение почему нельзя а подойдите к переднему левому крылу снимите крыло режим демонтажа кузова так а почему не машину уже поставили так ну кстати графен неплохой кстати мне нравится как тачка вы я не знаю как на видео будет но чисто визуально она выглядит очень даже ничего ну типа вроде прикольно хорошо а почему он блин нифигасе это он типа как он все так колкал коллок как крылоза за это самое то смысле ну давай снимем дальше что откройте круговое меню и перейдите в режим демонтажа как круговое меню так снять деталь удерживайте а вот все нашел а так режим монтажа то есть закрыт хорошо режим монтажа а установите новое переднее левое крыло хорошо все так салем гв 500 хорошо вот все красиво так откройте капот капот ну давай я знаю где капот вот так капот дальше нажмите на бачок охлаждающей жидкости сейчас бы еще значит такое это охлаждающая жидкость подожди чуть это охлаждаю где смысле я я я че знаю где охлаждающий так ну это допустим двигатель да я знаю что двигатель это не знаю это охлаждающая жидкость или нет ну не похоже я я не знаю наверно ее должно быть аааа не ну вообще подсветка конечно на мое почтение просто есть типа ты смотришь такой со стороны то есть они бы еще эээ я не знаю сделали желтую обводку и желтую машину как бы ну ну не видно же нифига то есть как бы там что-то зеленое какое-то охлаждающая жидкость зеленая это нормально вообще нет там точно не какие-то слаймы залили туда окей так работать с деталью хорошо так откройте круговое меню выберите дополнительные инструменты так хорошо дополнительные инструменты выберите плун жирный шприц откачивает технические жидкости хорошо нажмите и удерживайте на бачке или его пробки такая есть разница я где буду удерживать пробка или бачок я могу прийти сам бачок ткнуть а ну то есть не принципиально куда просто я куда-то всунул это хорошо откройте круговое меню выберите режим демонтаж 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 деталей снимите пробку бачка охлаждающей жидкости то есть это это блин такие костыли на самом деле а почему как бы так что это долейте жидкость так залить жидкость удерживать а хорошо а так она и а типа там был протухший слайм а здесь просто нормальный слайм да хорошо а можно прям перелить чтобы я ему перелив чтобы он от души так ну-ка я лью она может перелиться прям что все закончилось я все вылью я прям буду лить до последнего там написано 5 литров клинс кулс превент то есть очищает охлаждает и превентирует то бишь предотвращает что-то что предотвращает непонятно по моему 5 литров уже вылились ладно видимо это бесконечно так а как отсюда выйти эскейп закрыть хорошо все используйте верхнюю кнопку подъемника чтобы поднять автомобиля капотом закрывать нет не надо туториал хорошие номерок так верхнюю кнопку подъемник чтобы понять автомобиль хорошо вот использовать максимум 3200 килограмм а как я определю ну 3 200 это много 3200 это много меня же скажет облидетик масло сборник а вот на сад воспарник переставьте на за свет подъемнику a так это подъемник a но наверное будет подъемник b еще хорошо ладно я давайте не будем сильно это это всё-таки обучение так подъемника салил мгв дальше что этим а со сборacle его отработанного масла так конца я как использовать использовать оборудование Ага, а откуда? А как присесть? Ctrl, C, ага, всё, C А блин, там кола лилась просто, подожди, верните масло Маслосборник на место, возвращаю, перенести оборудование, вернуть прибор на место А надо его очистить, наверное, надо, да? То есть, ну типа, нет, не надо? Не надо, то есть, а, ну наверное, пока накопится, потом очистить То есть, я там слил не так много, всё, я понял, хорошо А нажмите на подвеску, хорошо, нажал, что дальше? Снимите старый масляный фильтр Ага, снял Откройте кругом и выберите режим монтаж деталей Блин, это так, блин, вот это сделано Монтаж, демонтаж, включи и выключи Почему нельзя было сделать это всё через одно? То есть, типа, ты снял потом, ну ладно, хорошо, может, там есть какое-то объяснение Но я пока не понимаю, какое Так, масляный фильтр R4 поставили Используйте нижнюю кнопку подъёмника, чтобы опустить автомобиль Хорошо То есть, нет, с этим я разобрался Пауэр 400 вольт 50 герц 3 ПХ ПХ, это тоже какая-то единица измерения Это что-то в паскалях А может быть и не в паскалях Так, нажмите на двигатель Так, открутите пробку маслозаливной горловины Блин, как классно звучит маслозаливная горловина Это что-то вот Это что-то по Пушкину, наверное Или Лермонтову Подожди, что у меня падает? Ты меня задолбал У меня, короче, этот микрофон Не знаю, что-то Я его держу, он сползает просто Знаешь, типа Я надеюсь, вы не слышали никаких неприятных звуков Ну, как бы, ладно Тихо Все хорошо, все под контролем Это просто пружина Это просто пружина, которая Все, все хорошо Ничего страшного Я надеюсь, он не умер Не умер? Нет, не умер Маслозаливная горловина Вот, дожди, продолжаем, продолжаем Так, долейте масло Так, я буду пробовать дальше То, наверное, здесь не перелить Так, супер моторойл Залить жидкость Вот, типа Как понять, да? Я знаю, что для того, чтобы там масло всякое Залить Там используют какие-то вот эти палки И проверяют уровень масла И цвет его, соответственно, тоже проверяют Так, я что-то там переливаю, да, уже? Вроде да Все, хорош Хорош Если еще не дольем, как бы, не мои проблемы Совершенно Это же, это вообще не мой гараж Я здесь просто первый день работаю Я завтра же уволюсь Нажмите на правое переднее колесо Подвеска Нажал Снимите колесо Так, ну, отцентрировать камеру О, так, хорошо Снять детали, удерживайте Хорошо Так, откручиваем болтики Хорошо Болтики или винтики? Есть же разница, да? Типа, есть болты, есть винты А, подожди, типа, болт, он обязательно с гайкой? Или винтик обязательно с гайкой? Или это вообще не то? Или я сейчас придумываю? Подожди, нет Подойдите к шиномонтажному станку Выберите действие разборти... Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо все забортировать так а забортировать диск gv500 шина спортивная а типа я ему сейчас ставлю шину спортивную на одно колесо остальные у него типа протухшие нормально да то есть у него остальные какие-то там непонятные да я не понимаю или они все что это какой-то тубле стил белтит радиал не знаю такую фирму какая-то китайская наверно так снять подойдите к балансировочных что такое то так отбалансировать или отбалансировать так для мини-игры я думал это рулетка для балансировки колеса совместите зеленый сектор с маркером подожди а во во все понял вращайте барабан так отбалансировать на spacebar понял так а еще а а еще какой-то не она нет балансирована все снимите отбалансированное колесо снимаем использовать снять подойдите к машине и нажмите на подвеску давай а то сейчас мы обратно ставим колесо откройте круговое меню выбирать все и я разобрал все 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 не учи не учи я уже понял так диск гв вылет диска 0 а так в двести тридцать пять тридцать пять р девятнадцать радиус 19 наверное да типа р обычно радиус обозначает а что вот эти цифры означает я не знаю 235 на 35 это будет сколько 235 на 35 что там около ок тут а так и будет примерно там типа три нет не будет не знаю короче это считать надо из надо калькулятор так так нажмите на левое переднее колесо подвеска а так мы все колеса все-таки меняем у него да ну да логично же почему ему на одно так спортивную поставил шину а на другую какую-то все у него на фигне какой то есть так диск гв 500 откручиваем шину так или это она может быть слушать почему я думаю что постоянно что-то он да то есть как бы женщины же и девушки тоже водят транспортные средства так что так что что демонтируйте передняя ромати а до ароматизатор амортизатор ароматизатор мы будем елочку потом ему устанавливать дополнительно за то что мы сделали ему некачественную работу подойдите к съемнику пружин выберите действие разобрать кто такой съемник пружин а все связь вижу-вижу светится так разобрать аромат амортизатор а все амортизатор а все мы поняли так а снимите детали снять амортизатор выберите действие собрать 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 так а как это какой-то конструктор что ли передняя пружина выбрали а опорный подшипник переднего амортизатора при нефигации механизм какой а вообще у меня все ржавое или это подожди нет стой мне показалось у меня станок ржавый какой-то но он нет он просто немножечко потрепанный так что не нормально подойдите к машине и нажмите на подвеску не это хорошо я разобрался так круговое меню монтаж все хорошо амортизатор мы устанавливаем закручиваем все болтики обратно игра подожди нет стой подожди это казуальщина какая-то я пришел сюда собирать машину от а до б а мне типа говорят закрути болтик но не закрути гаечку на конце как так то это же должен быть типа супер реалистикой сим как под повертеть ага вот смотри здесь не было этой гайки на конце я тебе говорю я закручивал только вот это то есть как бы по логике мне нужно было вставить и закрутить гайку а я закручивал болт не да не ой ладно так стойка переднего стабилизатора а все хорошо о чем почему а почему его вся ма вся или у нее машина короче нет предположим что эта машина для этого ну для для парня какого-нибудь не знаю он купил ее по дешевке но она вся ржавая у него то есть вы посмотрите на это быстрее на это колесо а она прям ужасная то есть она все красная это я не знаю сколько может может он отмачивал их какой-то этой в серной кислоте и он их отмачивает или чего может он их маринует так режим что амортизаторы откройте круговой выберите состояние автомобиля а как отсюда выйти так откройте круговое меню выберите состояние так вот состояние автомобиля перейти в вкладку сводка по заказу так все версия стандартный пробег 41000 вес так это не надо нам все варианты цветов текущий цвет кузов рама интерьер а так это что заводская мощность 279 лошадиных сил неплохо неплохо так спортивная машинка то все-таки ну да типа хорошо приветствуем вас харх механик симулятор во время обучения я все сделал детали для ремонта вот все я починил а почему у меня все перекрыто подожди к р так солим свод сводка по заказу доход 1950 кредитов вот все завершить заказ я все сделал основное обучение завершено если вам нужна дополнительная помощь обязательно ознакомьтесь с разделом учебное пособие главное меню где вы можете найти подробную информацию во всех аспектах игры я все умею я умею все небе это не страшно вообще просто пофигу так все музыка пошла приветствуем харх механик симулятор 20 добро пожал пикали за ваш новый гараж и глядите в округа сиди на ворочем место в вашем распоряжении страдали перестроенная заправка и участвовать в нее выполняйте заказы покупать и ремонтируйте машину расширяйте свой гараж удачи спасибо ух ты прям по заправка какая-то блин там какая-то игра тоже про заправку была тут симулятор какой-то заправки по моему root 66 а так это же известная root 66 ну та самая где вот это где трасса 60 есть фильма это трасса 66 так что ну так а вот это я поехал а нельзя да а чё это как а почему а всегда вот я не с ней я конечно не эксперт я ни в коем случае не это самое но просто как бы не слишком ли близко расположены зеркала заднего вида как бы удобно ли а если я наклонился вперед чуть-чуть если я маленький ладно все не надо про себя так refill change все я пошел вниз 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 я я ухожу вниз да я точно ухожу вниз так это сточная канализация чуть так грязно можно прибраться енуку типа гараж хорошо должно быть какой-то творческий беспорядок должен быть во всем как бы дальше то что мне делать школьный автобус на фига мне школьный автобус что-то как-то музыка тихо дай-ка я погромче сделаю музыку мне кажется вот так вот во наружный шум да во а то как-то совсем скучно было по моему так повеселее будет так хорошо а значит что мы делаем вообще зачем мне школьный автобус зачем мне так газ ладно все нет давайте не будем терять время ну типа осмотреться можно тип прикольная штука типа такой атмосферный гараж я думаю что вполне себе ничего так выглядит давайте заберем заказ насколько нас учили нужно подойти к телефону где наш телефон и по всей видимости та белая дурка это было все-таки обучение типа да дарт типа можно играть все хватит засматриваться хватит 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 у телефон алё так ну луксор баронны в 8 это я знаю мощный двигатель охв сс хорошо супер спорт наверное привет я проезжал мимо и заметил твою мастерскую здорово что привел в порядок эту старую заброшенную заправку я приехал тебе на машине которую купил буквально только что на машине ездил каждый день она в неплохом состоянии мне кажется надо что ягуар е-тайп это что этот это же типа ухты кру это классная тачка она настоящая получается да а и 6 х к так обычный заказ ты типа а я понял здесь написано что это сюжетный заказ да а это это так нет подожди давай дочитаем у нас есть три минуты чтобы дочитать что здесь написано на машине ездил каждый день а она в неплохом состоянии мне кажется надо проверить масло и шины для тебя ведь это не проблема если выполнишь этот заказ может быть мы еще встретимся до скорого заменить масло с листарой залить новое другие задания надо молодец конечно так ну давайте ягуар хочу взять она дел сишная тем более так тормоза нарисованы тормоза значит что с тормозами давай список прилагается я надеюсь там список не вот такой вот типа тачка все-таки старенькая я так понимаю шестьдесят первого года шестьдесят первого года машина просто обалдеть так шестьдесят первый год это я тогда еще даже не знаю где был меня не менее меня я не знаю где 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 кто был в это время вообще крепостное право отменили на сто лет раньше но неважно короче тачка крепостного века так принять заказ погнали ягуар хочу оу а чё она ржавая такая ну хотя ладно как я буду сколько ей лет тридцать девять плюс двадцать два хорошо я не буду говорить это как я буду выглядеть там 50 с лишним лет так что наверное она неплохо сохранилась так а чё мне сейчас не делать то можно поездить прямо на ней да так выхватная система руль в руль хочу подожди можно покататься прямо подожди багажник ну туда только блин ничего не сложить вообще конечно это прямо багажник это такой прикол то бардачок а не багажник так ну-ка поехали все садю сеть сядь не сет от к маленькая так короче я так понял так состояние автомобиля давать уже по состоянию так значит дисковые дисковые тормозные колодки две штука тормозной диск и тормозной суппорт а ну хорошо я понял все с тормозами связано так или иначе 265 лошадиных сил приколь прикольная тачка теперь нам нужно как-то ее загнать в гараж наверное нужно на нее нажать потому что нам там говорили вот перенесить автомобиль подъемник а площадка c парковка хранить это ваше авто то есть нет это не моё красочная камера так нет все подъемник погнали на подъемник ее и будем ремонтировать так значит об отлично классная система такому за музяка хороша вообще просто музяка прям отлично прям как будто hotline майами такой знаете вот более современный он там потому что такой вот этот нет не надо пожалуйста нифига себе блин офигеть круто так нет я просто думаю сейчас убьет так спокойно я же ничего не не знаю так спокойно давайте если тормоза а можно каким-то образом сделать так режим проверки позволяет проверить состояние деталей из интерьер-экстерьер так инвентарь список покупок того что такое режим проверки 0 из 10 и что это что-то здесь там коричневая когда что-то коричневая наверно это не очень хорошо я не понимаю а как про типа у меня прям этот оооо там что-то красное подожди бежать 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 красное вижу ооо и здесь красное я вижу нормально вообще так ну типа хорошо вот это красное нужно понять задние тормоза я так понимаю хорошо он просто гений ну то есть если бы не это зрение просто какой-то паучье чутье я бы не разобрался никогда в жизни так подвеска подожди отца так как снять как снять а ну да логично что он так медленно откручивает мне кажется в обучении он включил быстрее вам не кажется так хорошо колесо мы поняли колесо мы сняли так что из этого так полу ось заднего такожди стой что там надо снять дисковые тормозные колодки тормозной диск тормозной суппорт ну наверное вот все это нужно снять так откуда не так спокойно так давайте режим проверки есть нет короче я буду так тормозной суппорт а ну по моему он выглядит ничего так хорошо мы откручиваем по моему этот суппорт выглядит ничего так дисковые тормозные колодки сняли так тормозной диск но он прям ржавый вы менять на стопудов полу ось это все это идеально все выглядит просто посмотри на цвет все очень красиво я не уверен что здесь что-то снимать еще надо ну прям красиво же выглядит нет так хорошо давай-ка мы отойдем отсюда и пойдем на другую сторону что-то как-то можно посмотреть что я снял ой вот тормозной диск 18 год это изношено тормозной диск изношен я понял хорошо дальше дальше то что снимаем другое колесо режим демонтажа хорошо типа она как-то включается выключается что что же еще там меня не откручивается не откручивается этот шпиндель как смысле ослабить а нифига себе то есть она настолько старая что она прям заржавела офигеть так суппорт старенький прям видно что очень не хорошо ему так а с какой стороны этом делаю вот этот вот прогрев вот этот вот своей газовой горелкой или чем я там делаю сжатый что-то там сжатое что-то подожди нет это все или нет здесь все красиво демонтаж деталей хорошо давай посмотрим в инвентаре раз деталь суппорт а так подожди а папа потом дисковые тормозные кола что касается состояния автомобиля тормозной суппорт а тормозной диск дисковые тормозные колодки две штуки не понял а где подожди как то можно что это зачем а зачем я выделяю стой дисковые тормозные колодки понял да сколько сколько у меня этих нет не надо подожди тормозной суппорт а дисковый тормозной диск вот да все правильно я все понял нет или да подожди нет не дед подожди мне нужно теперь купить это все да я так понимаю мне нужно купить недостающие детали где-то сделать наверное в интернете нужно сделать это компьютер так главный магазин магазин кузовных где-то у это же прям магазин настраиваемых коробок передач тюнинга деталей тюнинг кузова магазин дисков электрики электроники верно мне нужен главный магазин и пока что так а что мне нужно я забыл открыть список покупку как тут как список покупок составить как составить список покупок подожди так давайте будем там есть поиск я понял как кузове и тормозные колодки них нужно сколько две штуки правильно дисковые тормозные колодки так две штуки все так де дисковые тормозные колодки две штуки купить это хорошо купили дальше что дальше инвентарь Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ тор я забыл суппорт подожди тормозной суппорта количество один покупаем и дисковый тормоз то тормоз так и тормозной диск все до тормозной диск вентилируемый нет я обычно все отлично мы все купили теперь давайте идем собирать обратно я так понимаю это все так подвеска тормозной диск так возле монтаж деталей вот подожди куда дисковой транс не колодки а вот все у меня все я понял отлично мы их поставили тормозной суппорт а у нас есть вот это стопроцентный и какой-то поршень тормозного суппорта офигеть просто офигеть можно хорошо так диск е-type без разницы какой они одинаковые типа который зелененькие типа легко вкручиваются который желтенькие плохо что ли или чё они от зелененькие который выделены раз и нет все крышку поставили уходим а что там добавить в список что значит добавить список а я могу навестись на любую деталь и добавить ее в список покупок что ли подожди стой вот я хочу например багажник добавлен список то ладно офигеть подожди не так я же могу теперь в ой как удобно типа я навожусь на любую деталь да то есть условно выхлопная система на а работать деталью почему то есть я не могу в список добавить или что а может раба начала работать потом капец какая музыка просто под нее хочется работать так тормозной диск наверно вот этот новенький до жесть дисковые тормозные колодки я я надеюсь вы не оглыхаете то не оглыхать оглыхать от музыки так диск обратно ставим короче ну нормально прикольно в принципе справляюсь то есть я пока что мало понимаю что я делаю вообще то есть типа я просто пользуюсь тем что мне дает игра и не более того так диск все режим монтажить давайте проверим машину так и понял смысле я что-то забыл что ли а детали лишь не остались так бывает конструктор собираешь короче у тебя остаются лишь те детали или пазл например так у нас машины конечно так где я забыл их поставить дисковые тормозные колодки серьезно прям серьезно да да есть ну допустим конечно да я прям вот допущу такой момент что я где-то ошибся в принципе невозможно так так то можно так монтаж дождя нет не здесь что а как куда я сейчас ничего не понял подожди так давайте снимем диск давайте снимем диск и посмотрим чем отличаются я не понял о чем прикол я что забыл почему мне игра должна совершить то что я неправильно собрал как бы алё дисковые тормозные а подожди вот дисковые тормозные колодки я не я могу их вытаскивать дисковые вот здесь они есть дисковые тормозные колодки их нет а их тут нет серьезно подожди нет и а ну блин прости чувак я не могу как блин неудобно царям бы а а это я все понял это была моя ошибка дисковые тормозные колодки вот сто процентов все вот ну все красиво же здесь все красиво диск ставим на место вот если честно я пока не очень понимаю на самом деле я где-то ошибся как ему где-то ошибиться вообще дожди уйди так а мне кажется музыка что-то начала додолбить прям не в ухо прям долги digital подожди дисковые здесь что-то забыл до суппорт снимем дисковые тормозные колодки так это же ну я поставил все же красиво нет так подожди пока не буду ставить диски не понимаешь что такое прикалываешься надо мной что ли смысле я поставил же закончить незавершенное задание нет подожди меня кажется игра обманывает я же поставил все как есть подожди или надо старые поставить что ли ты пожалуйста эти тебе надо что ли прям старые изношенные наноси свои я тебе новый купил дни неблагодарная эта скотина серьезно прям так вот что ли так что ли надо или чего я ничего не понимаю может они еще где-то сломанные кстати подожди я же так не пойму нифига реально реально ты прикинь ты как как я в к как не ну это вообще капец конечно я прям в шоке в смысле там счет и там я думал это все а здесь реально не все водит дожди она реально там ржавая я же вижу вот ну конечно конечно классно ладно хорошо это мой косяк ничего 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 всему научимся все все поймем все разберемся как бы я я я не знал я думал просто в как бы задние колодки и все и больше не надо типа я я думаю что они сношены и так и все все я все понял все все готово я вижу да все все красиво завершить заказ давай давай а 300 что я получил какие-то копейки вообще сущий заказ а что-то у нас есть еще помимо этого всего здесь заняться чем-то есть или нет ящик с инструментами ага улучшение сокращает время проверки италии на 0,05 секунд на пять сотых секунды серьезно нет спасибо у меня нет очков давай следующую машину давай 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 следующую следующую так люксор баронная V8 так а собственно мы помним что это наш братишка который купил недавно так что мы его берем принимаем заказик давай 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 так кузов а еще она у тебя вся такая она грязная или она просто ржавая не понимают или ты ее че 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 ты с ней делал не ну типа хорошо купил недавно да ну вообще раритетная тачка да типа красивая а сесть можно ух ты серьезно прям выйти можно что-то грязно что-то я там сел грязно стало это видимо ладно неважно а не принципиально собственно ну с кем не бывает так перемещаем автомобиль на подъемник а и давайте ознакомимся с тем что нам с ним нужно сделать режим демонтажа кузова у нас включен значит давайте посмотрим по состоянию луксор собственно 307 юхи гази так оооооооу там давайте сразу купим шины а-ао해 подожди стой я же теперь умею так-ааа шина стандартная добавить в список Мы не будем с вами действовать Как Как нам не надо Мы будем действовать как нам надо Потому что нам нужно вот эту вот штуку Давайте снимем их все Потому что нам в любом случае придется это сделать Доступ со стороны колеса А блин я не поднял Сейчас вот прям вот из под машины колесо вытащу Вот так вот прям сделаю Нормально вообще Блин что скупиться то Сразу можно машину все поднять на самом то деле Так колесо мы добавили Давайте снимать все колеса Диск basic 0.1 Ну что то basic это по моему Что то какой то язык программирования Если я не ошибаюсь который там Прям базовый Basic значит базовый Так хорошо У него каменные тормоза что ли Я просто на секундочку подумал Что это просто что то каменное Ну блин Ладно флинстоуны какие то у нас получаются Я короче колеса пока снимаю Колеса пока снимаются А так Ну здесь никаких проблем нет В принципе А вот что удобно Я могу просто не отпускать Клавишу мышки И наводиться на них Хорошо А что рок какой то пошел Я вроде оставлял дабстеповое радио А у меня рок пошел какой то В принципе мне без разницы что слушать И рок и дабстеп и вся вот эта вот электронщина там, хаус, доктор хаус, этот вот меншн без разницы вообще все супер, так, диск бэйсик 01, ну и какой-то стандартный, DCTX, ну типа какая-то старая тачка американская, наверное, годов 60-х 70-х и вот он решил, собственно, ее купить ну, он не понял вообще, с чем он столкнулся на самом-то деле тачка, конечно, пипец но она без колес уже прям, да, ну типа норм, да вот как бы, что-то написано турзима турзим калифорния турзим тарзан? не знаю ну, блин, такая тачка и так-то ничего, ну типа, вроде выглядит она как-то ну типа, видно, что она какая-то представительская но она прям такая грязная и не очень красивая, ну ладно, хорошо автобус зачем так, давайте разбираться чё-чё тут нам по ээээ, так масляный фильтр V8 топливный насос дисковые тормозные колодки две штуки блин, на самом деле воздушный фильтр два карбюратора что значит два карбюратора у этой машины два карбюратора или что? я ничуть не под... не втыкаюсь так, а, кстати, можно переключаться эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ и найдем топливный насос сейчас режим инспектора а вот так да то есть это одноразовая так получается акция одноразовая капот одноразовый да ну блин грустно конечно братан мы извини если ты мне сказал что у тебя капот одноразовый я как бы не снимал бы его наверное просто это это гениально кто-то думался для того чтобы сделать капот который снимается просто вот так или эта тачка настолько старая я не понимаю ничего так выглядит так ну как ничего все ржавое усилитель тормозов аккумулятор двигатель топливный насос где находится конука подожди инспектор гаджет вот что-то там так вот тут красная вот тут красная вот это надо надо это надо мне или топливным а нифига себе топливный так а здесь мне ничего не надо я чуть я что-то нет самое не понимаю так режим проверки проверки деталей удерживайте подожди что это что не понял это я типа сейчас что делаю машина становится какой-то неприлично желтого цвета кра желтокрасного цвета и что я сейчас сделал зачем я это сделал так а можно как-то выйти из этого так обычный режим вот все мне надо найти топливный фильтр который находится где-то там а мне надо поднять наверное машину до чтобы взять этот топливный фильтр или мне весь двигатель разбирать надо так а двигатель топливный фильтр так это вакуумный усилитель тормозов с гтттс так бачок гидроусилителя руля а топлив стартер вова я я нашел масляный фильтр вот в 8 доступ снизу авто то есть а ну да ну типа хорошо я здесь не залезу ладно хорошо твоя взяла игра ты права я не пролезу в такую щелочку ну типа окей ладно давай искать этот масляный фильтр здесь только надеюсь мне не придется подвеска мне не нужна подвеска не нужно вот это вот 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 все хорошо далее далее что мне нужно еще есть шины сняли топливный насос что такое топливный насос я не знаю давай искать топливный насос так так нет 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 топливный насос топливный насос чисто теоретически то есть так топливный насос Я, если честно, вообще не понимаю, что такое топливное насос. То есть, это то, что качает бензин в двигатель, правильно, я понимаю? То есть, насос он качает, то есть, он сосёт. Значит, двигатель. Ну, хорошо, это должно быть в двигателе где-то или рядом с ним, правильно я понимаю? Так вот, что-то здесь непонятно. Вот это красная деталь, кстати, мы можем её снять. Подожди. Так, ага, давай. Так, вот мне нужен... Так. Так, суппорт. Сняли. Дисковые тормозные колодки. Да, вот, всё правильно снял. Давайте отметим, что мы сняли дисковые тормозные колодки. Вот. Ага, это одну сняли, а вторая где? Где? Режим проверки. Где-то тут должно светиться что-то. Ага, нашёл. Всё, 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 всё. Дисковые тормозные колодки. Как неудобно сделано, я вот серьёзно говорю, это сделано неудобно. Хорошо. Дисковые тормозные колодки сняли. Всё, отлично. Ниф... Сколько я играю? Сколько, сколько? А чё так быстро? Так, значит так, отмечаем сразу же, что мы сняли дисковые тормозные колодки. Воздушный фильтр, два карбюратора и топливный насос. Чё это, где это? Давай опустим машину. Опускаем машину, ищем ненастоящие детали. Так... Я сижу вот просто вот так вот, как будто изучаю машину. Мне как будто лучше виднее от этого. Ага. Конечно, сядь нормально, шея уже болит. Так, допустим. Допустим, допустим. Что мы допускаем-то? Я вижу там какую-то красную штуку, да? Это она или нет? Я изучил весь двигатель вдоль и поперёк. И чё? Бачок гидроусилителя руля. Ну и чё? Я не... Я не понимаю... Шкив. Вентилятор. Насос гидроусилителя руля. Генератор. Выпускной коллектор. Головка блока цилиндров. Это мы сняли. Вакуумный усилитель тормозов. Дальше. Это нам не надо снимать, наверное. Бачок гидроусилителя руля. Крышка головки блока цилиндров. Выпускной коллектор. Это не то, что нам нужно. Стартер. Топ... Так, топливный фильтр нам надо или нет? Топливный насос нам нужен. Воздушный фильтр. Топливный насос. Ну, наверное, где топливный фильтр? Так, старт. А мне придётся здесь двигатель... Стой, стой, стой. Ааа... Если честно, я не понимаю, где это. Давайте снимать. А, крышка воздушного фильтра. Два карбюратора. Ааа... Вот оно чё. Так, ну-ка. Подожди. Добавить в список. Вот. Отлично. Мы добавили. Мы это снимаем. Два карбюратора. Ты, Полина. Опять надо обработать этой незамерзайкой. Всё застыло. Всё старое. Капец. Ооо. Воздушный фильтр. Два карбюратора. Подожди. Я не то добавил, что ли? Крышка воздушная. Ааа... Всё. Я понял. Вот. Два карбюратора. Это мы отсюда удаляем, соответственно. Дальше. Карбюратор. Корпус воздушного фильтра. Я сниму это. Так. А где находится... Так. Я что-то начинаю какой-то уже сложными вещами заниматься. Потому что я начинаю разбирать двигатель. Карбюратор А. Карбюратор В. Или Б, наверное. Правильно, да? А два карбюратора. Ничего себе. Ничего себе. Я даже не знал, что бывает два. Так. Пробка. Масло заливной горловины. Мы уже выяснили, что это такое. Блок. А где находится этот многострадальный топливный насос? Заменить масло. Слить старое и залить новое. Так. А давай я это сделаю потом. Когда, собственно, я всё заменю и поменяю масло. Так будет логичнее, наверное. Так будет логичнее. Но я не могу найти деталь, которая мне нужна. Вообще не могу найти. Карбюратор. А. А. Что-то. Опа. Я сниму это. Я просто не понимаю, где находится этот топливный насос. Возможно, он находится за карбюраторами. Я чисто могу предположить. Опять тут всё запотело. Хорошо. Снимаем пока эту крышку. Я честно вот вообще не представляю, где может быть топливный насос. Коллектор тоже снимаем нафиг. Что? Коллектор я не могу снять из-за того, что распределитель зажигания А мне мешает. А. Провода, да? Хорошо. Крышка. Что? А. Топливный фильтр. Хорошо. Всё. Дальше. Что мешает? Что не даёт покоя? Почему не могу это снять? Что? В чём проблема? А ты можешь не подсветить? Чё мешается-то? Вакуумный излитель тормозов с ГТЦ. Подожди. Это снять надо, что ли? Серьёзно? А типа, без этого никак, что ли? Так, я вижу здесь какие-то свечи уже, да? Свечи же, да? Свечи зажигания. Я что-то знаю. У-у-у-у-у. Так, подожди. У-у-у. Подожди. Карамысло клапан. Подожди, Карамысло. Эээ. У-у-у. Подожди, нет. Вот эта вот крышка головки-блока цилиндров мы снимаем. Какая-то хэллоуинская музыка, как будто за-за-за ремикшеная. Отлично. Режим демонтажа. Чё дальше? я могу снять вот это она не мешает но наверное то вот стопудово там что мешает то это я не поняла как и потом то буду обратно собирать это что вот это такой как коробка передач я разобрал вот смотри там что-то красным светится нет или нет как жаль я ничего не понимаю я не понимаю что мне нужно снять потому что я топливный насос да то есть мне нужно что топливный насос у меня может я его снимал уже нет топливный насос насос так тут насос нет я я не я не я насос не доставал я же понимаю что ребят короче я не знаю где топливный насос мы будем продолжать его искать следующей серии потому что я объективно не понимаю что сделать дальше то есть мне мне нужно как-то понять потом будет где-то топливный насос очевидно нам придется разбирать двигатель весь или еще и я если честно не понимаю но я надеюсь что мы разберемся с этим совсем потому что я не знаю я не знаю вообще ничего не понимаю ничего не знаю так что может багажник нет кузов короче тур зим потом собственно на сегодня мы будем закругляться вот так вот такая серия нас получилось так что вот машинка будем его продолжать делать следующей серии так что друзья всем большое спасибо застрел видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии вступайте в группу вконтакте на на сегодня все всем пока пока фондю любви шикарь 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 Субтитры сделал DimaTorzok